Кого выбрали в Индии? Как получить грант на развитие своего проекта? Как побороть свои страхи? Голуби умнее, чем мы думали? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с заместителем директора Российского федерального ядерного центра Рашидом Шагалиевым. Стороны обсудили возможные направления для сотрудничества, в том числе совместную подготовку специалистов в области инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования. К слову, цифровые технологии математического моделирования на сегодняшний день являются эффективным инструментом проектирования высокотехнологичных изделий промышленности. Они позволяют сокращать количество натурных экспериментов, а также стоимость и сроки разработок. По итогам встречи Ленар Сафин предложил создать дорожную карту, в которой будут отражены направления для дальнейшего взаимодействия. В настоящее время обсуждается создание на базе университета научно-технического центра отечественных систем суперкомпьютерного моделирования, совместная разработка и реализация магистрских образовательных программ и внедрение в научно-образовательную деятельность вуза пакета программ Логос. По мнению ректора Казанского федерального университета, именно передовая инженерная школа КФУ должна стать первой экспериментальной площадкой для реализации предстоящего сотрудничества. Врачи-травматологи университетской клиники Казанского федерального университета прооперировали участника специальной военной операции. Проблемы с коленом у военнослужащего татарстанского полка начались при выполнении боевых задач на Авдеевском направлении в феврале 2023 года. В августе того же года он приехал в отпуск в Казань. Врачи сделали томографию и сделали вывод – нужна срочная операция. Хирургическое вмешательство длилось 40 минут. На следующий день пациент выписался в удовлетворительном состоянии. Мужчине предстоит длительная реабилитация. Первые две недели реабилитация пассивная. Двигаться в полном объеме ему пока не рекомендуется. Затем необходимо подключать активные упражнения. В Индии прошли самые масштабные выборы на планете. Около трех недель народ голосовал за партии, а на их организацию потратили 14 миллиардов долларов. Об итогах голосования и процедуре выборов в Индии узнаете прямо сейчас. С 19 апреля по 1 июня в Индии в семь этапов проходили парламентские выборы. Уже вчера, 4 июня, завершился подсчет голосов. Кандидаты боролись за 543 места в Народном палате Лок Сабхе. Для победы претендентам партии или коалиции требуется набрать простое большинство в 272 места. Согласно представленной информации избирательной комиссии, правящий альянс, возглавляемый партией МОДИ, Харатия Джаната, получил 292. Таким образом, Нарендер МОДИ станет премьер-министром Индии в третий раз. Ну и в этом смысле вот все эти дискуссии, которые велись в ходе выборов, они исходили из того, что правящее движение во главе с МОДИ исходили из того, что действия предпринимаемые на протяжении последних лет, десятилетий, собственно говоря, проводимых самим Нарендер МОДИ, они были эффективными, они сдерживали социально-экономические проблемы и не позволяли развиваться каким-то противоречиям на религиозной почве. Ну то есть оценка действий была успешной. Выборы в Индии считаются одними из крупнейших на планете. На избирательные участки пришло порядка 640 миллионов избирателей. Необходимо было обеспечить возможность проголосовать для всех. Согласно индийским законам, избирательные участки должны были находиться не более чем в двух километрах от мест проживания электората. Было организовано более одного миллиона пунктов для голосования, в том числе в самых труднодоступных регионах. Парламентские выборы в Индии проходят по 57 избирательным округам. Это вопросы, связанные с проблемой социально-экономического развития Индии. Это проблема бедности, которая в Индии имеет место быть. Это проблема кастового устройства и архаических, так сказать, кастовых вопросов, которые долгое время сохраняются в Индии. Это проблема отношения между индуистами и мусульманами, что тоже является очень важным вопросом. По заявлению Нарендра Моди, он планировал набрать не менее 360-370 мест. Однако такого высокого результата не достиг. Получилось набрать только 292 места. Поэтому пока еще действующий премьер-министр Индии посчитал, что это определенный недоверие к его политике. И предположительно, в связи с этим, некоторое время назад заявил об отставке. Количество мест, полученных сторонниками его партии, самое маленькое за последние 15 лет, что и вызвало его негодование. Резидар Каримова, Универ Новости. Магистрант второго года обучения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Дмитрий Тамкевич стал обладателем гранта Росмолодежи на 650 тысяч рублей. Подробнее о его работе и о том, как правильно довести свой проект до победы, расскажем далее. Дмитрий Тамкевич. Магистрант Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Это мое второе участие в грантовом конкурсе, это моя вторая победа, и поэтому, когда бы появилась идея о том, что я хочу реализовать свой проект, естественно, я подумал о грантовом конкурсе, потому что, ну а где еще можно, собственно, где еще можно получить грантовые средства на реализацию своего проекта. Наша идея заключалась в том, что мы уже обладаем всеми теми навыками и компетенциями, чтобы давать это образование и знания ребятам, которые в этом нуждаются. Его проект «Медиалаборатория. Поток» является образовательной программой, направленной на обучение студентов, занимающихся информационной деятельностью в образовательных организациях Казани. Проект подразумевает подготовку кадрового состава для студенческих медиа, заинтересованных просвещать сверстников, интересно и доступно рассказывать о событиях в университете и за его пределами через современные медиа. Идея появилась тогда, когда мы поняли, что студенческие медиа-центры начали просить о том, чтобы им дать новые навыки, новые знания, и этот был запрос формирован еще очень давно, но вот до идеи реализации самого проекта, именно как он сделан и прописан сейчас, дошли только вот в этом году. В ходе данного проекта у участников будет возможность выбрать наиболее привлекающие их направления. Всего представлено пять профилей подготовки. Поток информации, поток производства, поток визуализации, поток коммуникации и поток контент. Выбирая одну из специальностей, участник осваивает азы деятельности, изучает всю специфику работы. Например, в направлении поток информации можно будет освоить написание разных видов текстов, а поток визуализации включает в себя обучение в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Здесь все построены на исключительно базовых настройках, которые необходимы учебным заведением. Что касается экспертов, экспертов мы подбираем разным образом, но в последнее время мы поняли, что лучше получать знания не только от самих студентов, от студентов-студентов, но и все-таки от людей, которые вышли уже со студенчества не так давно и реализовали себя в более профессиональной деятельности. По словам Дмитрия Тамкевича, целевая аудитория проекта «Студенты Казани», занимающаяся информационной деятельностью, руководители и члены студенческих медиа-сообществ от 16 до 24 лет, проживающие в Казани. По итогам прохождения образовательного проекта всем участникам будут выданы сертификаты о прохождении обучения. Так как проект проводится под эгидой Комитета по делам детей и молодежи, исполнительного комитета города Казани, поэтому заведующая компания откроется ближе к осени, она будет совершенно бесплатной, будет освещена в информационных ресурсах непосредственно комитета, а также распространена по учебным заведениям, академическим группам. По словам Дмитрия Тамкевича, чтобы твой проект получил шанс на реализацию и выиграл грант, необходимо создавать уникальный продукт, который будет приносить тебе не только радость, но и пользу обществу. Аделина Амдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Люди не замечают, как проживают дни с постоянным чувством тревоги, вызванным страхом и переживаниями. Девушки избегают прогулок в темных подворотнях в вечернее время. Бабушки привыкли сидеть в ожидании и беспокоиться о внуках и детях. Но бывают и более тяжелые страхи, которые не поддаются разумному объяснению. Расскажем далее о страхах и о том, чем они отличаются от фобий. Все мы чего-то боимся. За свою жизнь, за жизнь близких. Такие страхи естественны, поэтому они меньше влияют на качество жизни человека. Фобии же – нездоровый страх, который зачастую может мешать размеренной жизни и приносить неудобства. Так, при агорафобии и социофобии люди боятся выходить из дома. При неофобии избегают перемен, а при клаустрофобии – лифтов. Получается так, что человек сознательно ставит себе ограничения. Есть причины конкретные, при которых страх будет иметь место у всех. А есть уже такой тревожный психотип, который начинает страдать. И страх является триггером, а потом уже возникают беспричинные страхи. И этот психический след прокручивается. Можно сказать, что фобия и страх – наша реакция на предполагаемую угрозу. Нас одолевает душевное смятение и беспокойство, когда мы чего-то боимся. Поэтому мы равны как перед нашими страхами, так и перед фобиями. Если копнуть глубже, то становится понятно, что фобия – это патологическая разновидность страха, которая выражается в более болезненном состоянии. Фобии возникают в результате сильного испуга, который чаще всего человек мог пережить в детстве. И нередко фобии не связаны с действительной опасностью для жизни. Ну, если говорить уже о страхах, вызванных просто заниженной самооценкой, повышенной тревожностью, да, то здесь помогает практика, деятельность. Человек должен почувствовать, что он талантлив, что он способен, он должен иметь конкретные результаты. Если он просто будет применять приемы, но не будет изменять себя в деятельности, в практике, в конкретных результатах, где можно будет реально видеть, на что способен человек в творчестве, в деятельности, в науке, в искусстве, в учебе и так далее. Как говорится, вперед! Многие страхи развиваются на протяжении всей жизни. Но есть ли способ избавиться с надуманными фобиями и навязанными страхами? Кто-то скажет, что необходимо заглянуть страхом в лицо, чтобы окончательно их преодолеть. Но это более радикальное решение. Можно искусственным образом вызвать страх и постепенно пытаться привыкнуть к пугающим ситуациям. Елизавета Газизянова, Олеся Кадусова, Универ Новости. Умение находить дом, способность к обучению и наличию хорошей памяти – это только минимум того, на что способны голуби. Они обладают удивительными умениями и интеллектом, которые делают их одним из самых интересных и изучаемых видов птиц в нашем мире. О результатах последних исследований братьев наших меньших узнавала наш корреспондент Кристина Отекина. Голуби относятся к семейству голубиных – отряда голубеобразных. Это первые птицы, которые были одомашнены людьми. Они используются в качестве домашних питомцев, помощников в поиске направления, в борьбе с вредителями сельского хозяйства, а также в качестве общепринятого символа, олицетворяющего стремление к миру, свету и любви. Существует поверие, что человеку, выпустившему в небо птицу, сопутствует удача и счастье в жизни. Поэтому сегодня почти на каждой свадьбе молодожены выпускают их в небо. Голуби обладают уникальной способностью ориентации в пространстве. Они могут использовать магнитное поле Земли для определения своего местоположения и направления движения. Поэтому вернуться домой им не составит особого труда. Относительно голубя. Во-первых, голубь – это стайная птица, которая в настоящее время является синантропным видом, то есть она полностью адаптирована к жизни в городе. Соответственно, для стадных животных в принципе не характерно особое, так сказать, блистание умом и памятью и так далее, потому что стадо, ну, не случайно говорят баранье стадо там или там еще что-то, вот, это, как правило, инстинкт группы. И поэтому нам не надо особо задумываться, не надо о чем-то думать. То есть ты глядишь и берешь пример конкретно с какого-то представителя. Взлетела птица, значит тревога, все, остальные поднимаются на крово, хотя еще и хищника не видят. И вот в этом плане голубь, как стайная птица, в данном случае полностью подчиняется тем закономерностям, которые характерны для стайной птицы. Согласно исследованию профессора психологии Университета штата Огайо Брэнтона Тернера, голуби, как и искусственный интеллект, обладают способностью к обучению, которая позволяет им адаптироваться к различным условиям окружающей среды. Использованная модель искусственного интеллекта состояла из двух механизмов – ассоциативное обучение и коррекция ошибок. И подобно тому, как птицы исправлялись, чтобы улучшить результат в повторных экспериментах, искусственный интеллект также путем изменений пришел к улучшению правильных ответов. Ученые пришли к выводу, что голуби успешно обучаются различным трюкам, таким как нажатие на кнопки и перемещение объектов за получение награды в виде еды. Это свидетельствует об их способности к обучению и адаптации. В РФ Университете Ломоносова уже на протяжении десятков лет существует лаборатория по изучению поведения птиц. И в частности, там они моделируют различные ситуации с различными видами птиц и так далее. В том числе и по голубям были определенный эксперимент. Память у птиц достаточно хорошая, независимо от их интеллектуальных способностей. И в данном случае птица возвращается ведь не потому, что ей почту положили, и она несет это письмо, она возвращается, птица, к своему гнезду или к своей гнездовой территории. Только этим обусловлено то, что она прилетает туда точно и в нужное место. Исследования голубиного интеллекта продолжаются, поэтому в будущем мы можем ожидать больше открытий и достижений, связанных с ментальными процессами и физиологическими особенностями, которые могут помочь в разработке лекарств и понимании существования семейства птиц. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!